Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Ждут одобрения Минздрава. В Самаре налаживают производство костюмов для врачей-инфекционистов. От подъездов до парков глава Самары Елена Лапушкина проверила, как дезинфицируют город. Обошлись воспитательными беседами. Полицейские на выходных искали в самарских парках нарушителей режима самоизоляции. Экономичнее всех существующих самарские ученые усовершенствовали ветрогенератор. Опустевшие костелы Кирха самарские католики выслушали пасхальную мессу онлайн. В Самарской области на сегодняшний день еще у пятерых человек подтвердился диагноз коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, у 29 человек подтвердился диагноз. В настоящее время уточняются, из каких они населенных пунктов. 14 пациентов уже выписаны из больниц, а 15 человек продолжают лечение. В России за последние сутки выявлено 2558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число достигло 18 328. Сейчас в Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Напомню, в воскресенье в регионе было три новых случая. Известный телеведущий, организатор паворских сезонов Александр Васильев пошел на поправку. Историк Модыч, отец родился в Самаре, проходит лечение в коммунарке. О своей болезни ведущий сообщил в личном инстаграм-аккаунте. По словам Александра Васильева, у него обнаружено двустороннее воспаление легких. Тест на вирус пока не готов. Сначала он лечился дома бабушкиными методами. Чай, лимон, имбирь. Но потом, когда температура стала расти, пришлось вызвать скорую помощь, которая, несмотря на просьбы артиста оставить его дома, госпитализировала его. Прием на покой. Васильевы тут же взяли анализы, сканировали легкие и обнаружили двустороннее воспаление. Как пишет Васильев, он в чистой и светлой палате с хорошим самолетным пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Температура телеведущего сейчас 36,5. Врачи обещают выписать его через неделю. Самарская швейная фабрика подготовила образцы многоразовых комбинезонов для врачей-инфекционистов. Защитные костюмы планируют шить из 100% полиэстера. Как показали испытания, эта ткань надежнее всего может защитить человека. Когда планируют приступить к массовому производству, узнала Лариса Шалафаста. На швейной фабрике демонстрируют первые образцы защитных комбинезонов для врачей-инфекционистов. Здесь подготовили два варианта разных цветов и с разной степенью защиты. Идет еще сверху накладка. Видите, ноги? То есть ноги запакованы и на одном, и на другом. Только здесь еще идет вторая защита. Пробные образцы разработали в максимально короткие сроки. В течение недели выбирали ткани и дизайн. Разрабатывали комбинезоны совместно с медиками. Костюмы должны быть герметичны и максимально защищать врачей-инфекционистов. Мы выбрали и определились на ткани Оксфорд-210. Это 100% полиэстер. И по мнению врачей и больниц, там проходили все эти испытания, именно эта ткань не пропускает инфекцию. Задача такая и стояла, чтобы они были многоразовыми. То есть, чтобы они проходили как раз вот это обработки. То есть, либо высокая температура при акваклавировании, либо это химраствор. Один портной может пошить 2-3 комбинезона в день. Планируется, что лекала защитных костюмов, которые будут созданы на фабрике, передадут на другие швейные производства региона. Самарское швейное предприятие почти 10 лет шьет униформу для работников ресторанов и гостиниц. В сложившейся эпидемиологической обстановке оперативно переориентировались на пошив медицинских масок. Помимо основного производства, пригласили к сотрудничеству у профессиональных швей в Похвестнево и Алексеевке. Еще 28 человек работают на дому в Самаре. И теперь фабрика производит порядка 15 тысяч штук многоразовых масок в сутки. Лариса Шлопаст, Николай Сидоров, События. Рейды в парках, проверки на въездах в Самару. Полицейские контролируют, как горожане соблюдают режим самоизоляции. Наш корреспондент убедился, что самарцы достаточно ответственно относятся к ограничениям. Вам рекомендовано находиться дома, либо в 100 метрах от дома в случае необходимости. Это магазин, аптека, выгул домашнего животного. Так, полицейские встречают всех, кто решил прогуляться в загородном парке. Это общественное место, как и другие, закрыто для посещений из-за пандемии коронавируса. Силовики говорят, несознательных граждан, которые нарушают режим самоизоляции, с каждым днем становится все меньше. В основном в парк выбираются те, кто живет рядом с ним. Полицейские проверяют документы и напоминают о правилах безопасности. После беседы с силовиками нарушители, хоть и нехотя, но покидают парк. Я человек здоровый. Мне здесь тоже никто не угрожает, но я живу вот здесь в 100 метрах. Не менее строгий контроль и на въездах в Самару полицейские выясняют у водителей цель. Их поездки проверяют документы, проводят профилактические беседы. Большинство автовладельцев говорят, что едут на работу. Алексей Николаевич, про самоизоляцию слышали? Нужно стараться находиться дома. К сожалению, мы не можем остановить работу. Поддержите. Счастливого пути. Напомним, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 19 апреля. А люди из группы риска в возрасте 65 и старше, с хроническими заболеваниями, те, кто перенес инфаркт, инсульт, должны побыть дома по 30 апреля. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Следят самарские полицейские за тем, как режим самоизоляции соблюдают те, кто вернулся из-за границы, а значит, вынуждены не покидать свой дом две недели. Елена Малюцина расскажет, много ли нарушителей. Сотрудников полиции с первого взгляда не узнать поверх формы, костюмы, химзащиты. На мир смотрят только сквозь защитные очки. Обязательно медицинские перчатки и маски. При проверке тех, кто находится в режиме самоизоляции, правоохранители максимально соблюдают меры безопасности. Дистанция не меньше полутора метров. Как себя чувствуете, все хорошо? Пока вроде не живут. Никаких жалоб нет? Нет. Следующий визит в семью, которая вернулась с острова Бали. Уже больше недели они находятся в режиме самоизоляции. Анализы показали – вируса нет, но страховка лишней не будет. Им предстоит пройти контрольный тест. Туристы к проверкам привыкли. Относятся с пониманием. Мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических норм сотрудниками полиции продолжаются на постоянной основе. В настоящее время в отношении лиц, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотрена административная ответственность. В настоящее время решается вопрос об ужесточении наказания за данные виды нарушения. Штраф за нарушение режима доходит до 80 тысяч рублей. Но это пока. Госдума уже приняла поправки в законодательство, согласно которым в случае, если нарушитель заразил других, может грозить и уголовная ответственность, то есть реальный срок. За день полицейские проверяют несколько тысяч человек. Если у них есть автомобили, контролировать их передвижение становится проще. В этом случае на помощь приходит искусственный интеллект. Данные факты мы выявляем с помощью камер в виде фиксации, установленных на территории области на дорогах. В ходе выявления таких фактов сотрудники дорожно-патрульной службы собирают соответствующий материал и направляют его в Роспотребнадзор. Базы данных пополняются ежедневно в автоматическом режиме. К борьбе с вирусом подключились все службы и ведомства. По словам полицейских, теперь успех во многом будет зависеть от сознательности населения. Сегодня вечером в Самаре ожидаются заморозки. На время, пока температура будет ниже нулевой отметки, работы по дезинфекции будут приостановлены, чтобы не допустить образования наледи. В обычном же режиме Самару обрабатывают круглосуточно. А в эти выходные прошел еще и плановый субботник. Правда, на этот раз без массового участия горожан. Улицы парки Самары, а также подъезды жилых домов, дезинфицировали хлоросодержащим препаратом, одобренным Роспотребнадзором. Глава города Елена Лапушкина проверила, как это происходит. В инспекцию отправился и Сергей Кизоркин. Субботник в режиме самоизоляции. 11 апреля на уборку города вышли специализированные городские службы. Жители Самары в работах участие не принимали. Сейчас важнее оставаться дома, чтобы не допустить заражение вирусом. У города достаточно ресурсов, чтобы справиться с уборкой без привлечения горожан. Конечно, действительно, традиционно у нас жители принимали самое активное участие. Я за это их никогда не устану поблагодарить. Но в данной ситуации, пожалуйста, доверьтесь нам. Мы постараемся в максимально короткие сроки справиться со всеми поставленными задачами и все-таки подготовить город к предстоящим праздникам. Будем стараться. В субботнике были задействованы 5700 сотрудников муниципальных предприятий и 350 единиц техники. Все работы проводились в масках и с применением средств защиты. Было убрано порядка 80 кубометров мусора. Плюс дезинфекция парков, скверов и уличнодорожной сети. Пока позволяла погода, уборку города продолжили и в день космонавтики. Ранее субботнее утро. А в парке «Дружба» генеральная уборка дезинфицирующими веществами обрабатывают скамейки, тротуары, малые архитектурные формы и детские игровые комплексы. Есть одна поливомоечная машина. На базе МАЗ 5-кубовые реагенты с запасом на 7 дней. Сейчас увидим, машина там проходит, ведется помывка дорожек. Здесь хлорамин В, у них лук также они закупили и хлорид натрия. На бульваре Старозагора тоже дезинфекция. Работу ведут ежедневно. Сначала прошли вылесосом, все подмели, убрали. Потом водой сегодня прям промыли. И после промывки мы обрабатываем, добавляем бионорд, моющие средства, и хлорамин В, это дезинфицирующая жидкость. И идем, начинаем с пункта А, с шибки, и до конца, до нового вокзальной. Мы за сегодня весь этот объект обработаем. По просьбе жителей, которые обращаются к Елене Лапушкиной в социальных сетях, глава Самары проверила, как дезинфицируют подъезды в промышленном и Куйбышевском районах. Обработка и уборка идет регулярно. Специальными средствами протирают все поверхности. Ручки входных дверей, перила, кабины и кнопки вызова лифта. В качестве дезинфектора используется хлорсодержащий препарат, одобренный к применению Роспотребнадзором. Каждый день проводим ее, потому что как уберем двор, так начинаем пропотеть вот это протирание, вот это все. Двери, потом ящики почтовые, подоконнички протираем, окошечки вот эти все протираем каждый день. А это даже уже как-то спокойнее человеку будет, спокойнее намного. И перилы тоже вчера себе протерли, все нормально, нормально. Вот это хорошо, мне нравится, как говорится. Ну и не только на меня, все остальные жители. Во время рейда Елена Лапушкина подчеркнула, что дезинфекция подъездов – это очень важная процедура, которую должны выполнять все управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Многие из них относятся к этому добросовестно, есть и те, кто не понимает всей серьезности этих мероприятий. Поэтому городская администрация в ежедневном режиме контролирует эту работу. И глава города поставила задачу районным администрациям максимально оперативно – реагировать на информацию, которая поступает от горожан. По компаниям есть запас дезинфицирующих, хлоросодержащих средств. Ну и техника, люди, в принципе, экипировка – все соответствует тем требованиям, которые необходимы для проведения данных работ. Особое внимание дезинфекции будут уделять до конца режима повышенной готовности. Сергей Кизоркин, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Дмитрий Азаров побывал на стройке Климовского моста. Глава региона пообщался с рабочими, оценил качество стальных конструкций. Об этом он рассказал в своем инстаграме. В последние дни непростая эпидемиологическая обстановка в регионе забирает все рабочее и нерабочее время, но жизнь продолжается, написал губернатор. И важные проекты также требуют внимания и контроля. Доглады на совещаниях не всегда показывают всю картину. И лучший способ посмотреть положение дел – проверить лично, пусть и в выходной день, считает Дмитрий Азаров. Важно периодически без посредников, министров и глав районов общаться с людьми. Руководитель проекта рассказал губернатору, что все работы идут по намеченному графику. Дмитрий Азаров поблагодарил рабочих за их труд во время режима повышенной готовности на такой нужной региону стройки. Мостовой переход станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Это позволит сократить время поездки до Москвы, открыть в регионе новые предприятия и создать рабочие места. В Самаре научились в совершенстве ловить попутный ветер. Ученые САМГТУ придумали и воплотили в жизнь оригинальный ветрогенератор, аналогов которому нет в мире. Он меньше и экономичнее всех существующих. При этом его эффективность больше в несколько раз. Мария Левина познакомила с одним из разработчиков. Ну вот мы видим тут два генератора. Один, собственно, достаточно обычный асинхронный генератор, который производится массовой промышленностью. Здесь наша инновационная разработка. Алексей Табачинский аспирант Самарского политеха показывает свое детище. Этот ветрогенератор примерно на 15% экономичнее своих собратьев. В случае, если его внедрить на реальное производство, он может сэкономить компании порядка 6 миллионов рублей. Только за одну выпускную серию. Все благодаря уникальной конструкции. Вот можно видеть, например, сколько занимает лобовая часть, это такая особенность конструкции, в стандартном генераторе. И можно видеть, сколько занимает у нас. На что это влияет? Мы значительно экономим по материалам, мы экономим по количеству меди, мы экономим по размерам самого генератора, по корпусу. Мы в том числе увеличиваем еще эффективность. И это, кстати, должен сказать, особенная находка для научных кругов, потому что не удавалось раньше достичь того, чтобы сократить и размеры, и при этом увеличить эффективность одновременно. Заниматься этим проектом начал профессор сам ГТУ Павел Грачев 15 лет назад. За эти годы ученый в идеале сформулировал теорию и создал макеты. Но вот предварить идею в жизнь и создать успешный опытный образец не получалось. В этом и помог молодой ученый Алексей Табачинский. Вечерами сидел над макетами в университете и нашел выход. На кадрах в установках действий команда проводила испытания на одной из самарских крыш. Мощность этого ветрогенератора 4 киловатт. Этого хватит, чтобы обеспечить целый частный дом электроэнергией. Это работа холодильника, свет и телевизор можно посмотреть. Разработкой уже заинтересовались в Италии и Германии. Российские же производители пока не готовы модернизировать все производство под ноу-хау самарских ученых. Хотя с некоторыми местными компаниями ведутся диалоги о запуске изобретения в производство. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Самарский университет возобновил образовательную деятельность в дистанционном формате. Ректор разделал все, чтобы исключить любую необходимую студентам появляться в кампусе. Студенты либо связывают с преподавателями через видеосвязь, либо слушают записанные лекции, конспектируют их, выполняют задания и отправляют педагогам для проверки. Молодые люди уже оценили все преимущества такого дистанционного обучения. Мне кажется, что здесь есть свои плюсы, свои минусы, но можно сказать, что ты находишься в спокойной обстановке, удобное для тебя время можно выбрать иногда, потому что необязательно выходить в какое-то определенное время. И также можно спокойно попить чай, например. Пока остаются вопросы с дистанционным прохождением производственной и преддипломной практик защиты квалификационных и дипломных работ. Сейчас проводится дополнительная методическая организационная работа в этом направлении, в том числе во взаимодействии с Министерством науки и высшего образования РФ. Что касается сложных лабораторных работ, их перенесли на конец семестра, а если понадобится, то перенесут и на следующий учебный год. Католическое пасхальное месса в Самарском костеле прошла без прихожан, но ее увидели сотни людей в прямом эфире. Трансляцию службы провели в социальных сетях. Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса верующих призвали в этом году участвовать в богослужениях удаленно. Как создать праздничную атмосферу в домашних условиях самарские католики рассказали Андрей Горгуленко. Пустые залы кирхи и костела в воскресенье, а особенно в праздничный день картины непривычные. Но современные реалии таковы, что все свои службы священники теперь проводят в новом формате. Прихожане прильнули к своим экранам смартфонов или компьютеров, а святой отец у алтаря стоит перед видеокамерой, которая ведет прямую трансляцию. Не исключением стала и традиционная пасхальная месса. Песня «Святого Евангелия, вот ее она». К новому формату привыкают и прихожане. А чтобы атмосфера была такая же, как и в храме, люди украшают свои квартиры. В семье Ерофеевых, например, разукрасили свечи, подготовили и пасхальную корзину с куличами и крашенными яйцами. А мессу слушали ровно в полночь, собравшись перед экраном ноутбука. Время Великого Поста завершилось не как обычно, таинством исповедей и причастием. Но тем более ценными будут для нас эти таинства, когда мы снова сможем приступить к ним после снятия всех ограничений и окончания самоизоляции. Праздновать православную Пасху будут в ближайшее воскресенье. Священнослужители, как и католические коллеги, будут вести службы в онлайн-режиме, в интернете. Кроме того, самарцам, которые привыкли поминать своих близких перед этим праздником на кладбищах, напоминают, что городские места захоронений закрыты для посещений временно, и визит туда лучше отложить до тех пор, пока не кончится пандемия. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Акция «Окна Пасхи» объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальном богослужении. Пасха по православному календарю будет 19 апреля. Сейчас началась самая строгая, страстная неделя. Церковные богослужения совершаются ежедневно, но священники заверяют, что многие из этих последований можно совершать дома. Тексты опубликованы на сайте patriarchy.ru. А в пасхальную ночь православные христиане в условиях карантина зажгут свечи в окнах. Главная пасхальная служба региона, которую проведет митрополит Самарский и Новокубческий Сергий в Софийском соборе, будет транслироваться в телевизионном эфире. Об этом митрополит рассказал сегодня губернатор Дмитрию Азарову. С призывом об усиленной молитве об ограждении людей от вредоносного поветрия к священству обратился патриарх Кирилл. Также он призвал всех верующих сосредоточиться сейчас на домашней молитве. Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю, пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. По евангельскому слову. Далее, коротко о других событиях дня. Из-за коронавируса поезд номер 9-10 Самара-Москва временно не будет курсировать. Фирменные «Жигули» перестанут ходить, начиная с 15 апреля. Об этом сообщают на сайте РЖД. Решение приняли из-за снижения пассажиропотока. Тем, кто приобрел билеты на этот поезд, предложат альтернативный рейс на близкие даты, либо вернут деньги в полном объеме. Когда именно возобновится сообщение, не уточняется. Также для профилактики коронавируса пассажиров, оставшихся курсировать поездов, рассадят подальше друг от друга. Вагоны СВ будут, как и прежде, продавать по два билета. В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех. В Самаре передано в суд дело о получении взятки. На скамье подсудимых бывший старший инспектор одного из отделений главного управления МВД России по Самарской области. Он обвиняется в незаконном получении 530 тысяч рублей. По версии следствия, деньги передал индивидуальный предприниматель, чтобы не платить за административные правонарушения. Дело было возбуждено по материалам областного ФСБ. Расследование вел отдел по особо важным делам Управления Следственного комитета Самарской области. В Тольятти возбудили уголовное дело по факту нападения на курьера службы доставки еды. По версии следствия, 28 марта в первом часу ночи на первом этаже в подъезде дома на проспекте Степана Разина четверо мужчин без причины избили 20-летнего курьера. Пострадавший попытался убежать, после чего его еще раз избили около соседнего подъезда. Четырех подозреваемых задержали. Троих оставили под подпиской о невыезде, четвертого под домашним арестом. В связи с времен самарцы могут услышать голоса гениальных людей, живших в начале 20 века. Самарская областная универсальная научная библиотека запускает уникальный проект «Голоса великих». Посетители сайта смогут прослушать оцифрованные виниловые записи из коллекции фонда. Подробнее в сюжете Елены Малюциной. Был один человек богат, но потом стал беден. Направили на него всякие несчастья. Сначала сгорел его дом, потом подвох мы его скотили. Это уникальная оцифрованная аудиозапись с виниловых пластинок, сделанная более ста лет назад. Притчу «Несчастный человек» читает Лев Толстой. Пластинки фирмы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» и своей коллекции Государственный музей Льва Николаевича Толстого предоставил Самарской областной научной библиотеке. Письмо классика русской литературы сыну часового мастера Моисея Докшицкому Толстой написал в Ясной Поляне в феврале 1908 года. Месяцем ранее Лев Николаевич получил в подарок от Томаса Эдисона звукозаписывающий аппарат – фонограф. Писатель чаще всего записывал аудиоответы на письма. Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата, не всегда разборчивы. Сел он на дороге и стал залом с Бомбой. За что-то есть мне такие несчастья. Нет, значит, здесь человек несчастье из меня. И вдруг видит мимо его, идет по дороге человек без ног на одних коленках. Посетители сайта Самарской областной универсальной научной библиотеки смогут услышать голоса Дмитрия Шестаковича, Константина Симонова, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и других известных людей. Первым в нашей стране проблему поиска, сохранения, восстановления старых записей голосов писателей-поэтов поставил в середине 50-х годов 20-го века Иракли Андроников. Он в 1959 и 1966 годах составил две пластинки «Голоса, зачащие вновь», на которых он собрал и прокомментировал 16 писательских выступлений, сделанных с 1908 по 1965 года. Именно эти пластинки есть в нашем фонде. Фонд искусств Самарской универсальной научной библиотеки содержит более 6500 виниловых пластинок. Уникальные записи будут выкладывать каждый понедельник на сайте библиотеки. Елена Малютина, Григорий Пешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров в нашей программе на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома, будьте здоровы, удачи вам и обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова